Здравы будьте все! Продолжаем разбирать славянские мифы из книги Каледы. Сегодня это будет следующий миф, описывающий деяния нашего славного бога Сварожича Перуна. И миф будет называться Перуны Дива. Вначале я прочитаю весь миф целиком, а он не маленький, достаточно объемный. А потом поговорим о тех смыслах и символах, которые в нем заложены. Итак, начнем. Обернулась лебедь белая во лебедушку молодую, Обернулся тут младший зоорел во Перуна сына Сварожича. Говорил Перун Диве-лебеди, Помни, девушка, слово верное, Как придет пора, время летнее, Я к тебе приду, Дива, свататься. И за морюшкой засинего поднимались непогодушки, Собирались тучи темные, Тучи темные, гремучие, У тех грозных туч Турьи головы. Поперед то стадо Туриного Выезжал Перунда на Турице. Подходили те тучи к Ирию, И подъехал Сварожич на Турице Ко Сварогу, Богу Небесному, И ко Матушке Государыне. Он подал отцу руку правую, Но матери руку левую, И сказал им таковы слова. Мой отец Сварог, Лада Матушка, Я прошу у вас позволения, Дайте мне возвести из алмазов Дворец на горе в саду светлом Ирии, Чтобы видеть мне, Как гуляет здесь Молодая дива-летенница, Дочка Дия ваша племянница. Что ж, построй, сынок, Во саду дворец. И построил Перун во саду дворец, Изукрасил его красным золотом И каменями драгоценными. На небесном своде красносолнышко, Во дворце Перуна также солнышко, Дорогим албазом под высоким сводом. Есть на небе месяц, Во дворце есть месяц, Есть на небе звезды, Во дворце есть звезды, На небе заря, Во дворце заря, Есть в нем вся красота поднебесная. Как в ту порушку, Время к вечеру, Захотелось молодой летенице Во зеленом саду погулять, Посмотреть на дворец изукрашенный. Попросила она дозволению Сварога, Хозяина Ирия. Диве дал Сварог дозволение. «Ты ступай, племянница милая, Молодая дива-летеница, Разгуляйся ты во зеленом саду, Пусть сегодня тебе посчастливится». Снаряжалась дива скорешенька, Пывалась, одевалась, И пошла она во зеленый сад. Да недолго в саду гуляла, Подошла к крылечку Перунову, И увидел Сварожич-летеницу, Выходил он к ней во зеленый сад. «Ты зайди ко мне, дива милая, Посмотри на убранство палат моих И на камни мои драгоценные». Заходили они в палаты. Оперон до долу усаживал, Приносил ей разные кушанья, Говорил он ей речи сладкие. Украшал я алмазами гнездышко, На завивочку серебро я клал, По краям водил красным золотом, Плисом бархатом устилал его. Свил я гнездышко, вдруг задумался, На что мне орлу, молодому, Тепло гнездышко, Когда нет орлицы во гнездышке, Коли нет у меня молодой жены. Ай, послушай меня, дива милая, Много времени жил на свете я, Много видел девиц, красавиц, Но такую, как ты, дива Дыевна, Никогда нигде и не видывал. Я желаю к тебе, дива, свататься. Тут литеница испугалась, И горючими слезами обливалась, От яств куша не отказалась, И с корым-скорой из дворца ушла. Стала дива сварогу жаловаться. Во глаза перун насмехался мне, Говорил он мне о супружестве, Отвечал сварог, деве плачущей. Нет, одолушка, дива, Перун не смеялся. Говорил он тебе правду сущую. Коль перун тебя поведет венчаться, Я скую вам венцы на свадьбу. А тем временем молодой перун полетел К Уралу Великому, к дыю батюшки дивы, Горета Ганай. И пришел он в гридницу дыеву, И сказал он дыю и диве, Мне жениться пришла пора, времечка, Не могу жениться на ладе я, То, любимая моя матушка, И на леле, на живе, моренушке, То сестрицы мои родимые. Лишь на диве до доли могу я жениться, Не сестра то моя и не матушка. Я пришел к вам летенницу сватать, За меня отдайте до долу. Тут подал да и отец руку правую, А мать диве руку левую, И отдали перуну диву. И назначили вскоре свадьбу. Стали к свадьбе той готовиться, И в обратный путь снаряжаться. О свадьбе прослышала вся земля. Слух дошел и в царство подводное, В царство темное, черноморское. Там на дне морском воды зыблятся, Там шевелится черноморский змей, Он живет во дворце белокаменном. Чудно те палаты украшены Янтарем, кораллами, жемчугом. А на троне там черноморский змей, Царь поддонной морской, чудо-юдище. Окружают его стражи лютые, Раки-крабы с огромными клешнями. Тут и рыба сом со большим усом, И налим толстогуб, губы шлеп и душегуб, И севрюга, и щука зубастая, И осетр великан, жаба с брюхом, Что ж бан, и всем рыбам царь белорыбеца. Черномору дельфины служат, И поют для него русалки, И играют на гусельках звонких, И трубят в огромные раковины. Как запляшет змей черноморский, Разойдутся волны великие, Будет он плясать по морским волнам, По крутым берегам, по широким мелям. И от пляски волны взбушуются, Разольются быстрые реки, Будет пениться море синее, И над морем поднимется птица стротим, Приплывут и чудо морские, С небе и тритон черноморский, Во морских волнах разыграется. Как узнал про свадьбу Перунову, Царь поддонный морской чудо-юдище, Поднялся тотчас с морского дна, Покатил он по морюшку синему, Мимо гор Кавказки, К ирийским горам, Говорил черноморский великий змей, Я великий дон, Царь поддонный третий Велес и Сурье сын, Как сам Велес сын рода, Стал мужем Азовы и владыкой моря Азовского, Так и мне, черноморцу, супругом быть, Черной лебеди, диве Дыевны. Как на берег морской бережок крутой, Выходила дива Додолушка, Где стояла сосна, там стояла она, Умывалась Додолушка чистой водой, Увидала Додолушка змея морского. Вот по морюшку едет поддонный змей, Правит он золотой колесницей, В колеснице его семь могучих коней, А восьмой вороной, буйный и озорной. Ты садись-ка ко мне, дива милая, Мы поедем по морю в подводный дворец, От Днепра мы поедем к Дунаю, Я по морю тебе погуляю. Стала дива Додола воду черпать, Стала девушка змея водой поливать, Стала в море вода пребывать. Я бы рада была вдоль по морю гулять, Только по небу гуляю, С громом в тучах гремучих играю, И пропела Додолушка. Ты плыви, чудо-юдо, рекою, И оставь-ка меня в покое. Ты плыви, крутым бережочком, Я останусь здесь на мосточке, Ты плыви по морюшку синему, Я останусь-ка лучше в Ирии. Рассердился тот черноморский змей. Море синее расшумелось, Вихри буйные закружились, Полетел черномор с моря черного На своей золотой колеснице, И надвинулся тьмой на ирийский сад. Из одной главы черномора Искры сыпятся, и летит огонь, А из пасти другой ветер вихрь, Ледяной завывает, и все замораживает. Все деревья склонились в Ирии, С них листва и плоды градом падали. Ну а третья глава чудо-юдища На сварога гордо покрикивала. Ты отдай, вскричал, грозный царь морской, За меня, змея лютого диву, Дай без драки кровопролитие, Иначе будет смертельный бой. Ничего не ответил сварог ему. Знаю, вскричал опять черноморский змей, Что перун-громовик будет мною побит. Для перуна откопана будет Во земле сырой яма прежняя. Ничего не ответил сварог ему. Я даю тебе сроку времени Для меня готовить подарочки. Собери нарядных сватов скорей, Чтоб веселую свадьбу праздновать. Ничего не ответил сварог ему. То не дождь дождит, то не гром гремит, То не гром гремит. Шум велик идет, поднимается буря великая. То летел с восточной сторонушки Млад сизой орел, грозный бог Перун. Вместе с ним летел грозный да и отец, Закричал орел чуду-юду. Ах ты чудо морское, поддонный царь! Аль ты хочешь, змей, погубить весь мир? Аль ты хочешь сразиться со мною И со всею силой небесную? Тут собрались гости сватушки, Да и отец Семаргал со стрибогом, Так же Велес Хор со сварогом. Победили мы змея черного, Победим и тебя, черноморский змей! И тогда черномор чудо-юдище Пригнул воду морскую на самое дно. Он нырнул от войска небесного И изрек Перун, глядя в тьму глубин. Здесь, в охладной тьме, Во морской струе, Омывающей тело змеева, Быть теперь тебе, Здесь тебе сидеть До скончания света белого. Собирал сварог спать бы в Ирии, Созывал гостей на почестный пир, Соезжались, а солетались, Гости к празднику развеселому, С поднебесной всей света белого. Затужила тогда лада матушка. Чем же будем гасеть-то мы почивать? Отвечала корова небесная, Не грусти, не то жила, да матушка. Есть у нас и реки молочные, Берега у речи кисельные, Есть и белый хлеб, И хмельное вино. Мы напоим, накормим гостей своих. Тут сварог Семаргла Сварожича К ребям кузнецам посылал. Кузнецы его привечали. Ты зачем Семаргл к нам пожаловал? Самый юный, с каким поручением? И ответ держал огнебок Семаргл. Вы сварога небесного кубок, Перегуйте в четыре кубка, Скуйте также вы шесть золотых коней, И затем колесницу грома, Чтобы быть вам жертвы достойными. Кузнецы сковали в булатных коней Колесницу грома Перуну, Чтоб он на той колеснице Всю вселенную объезжал. И сварога кубок перековали На четыре волшебных кубка. И поехал Перун в колеснице, Шесть коней в колесницу Впряжены. А уж как все кони-то убраны, Все коврами, Шелками украшенными, Золотыми звенят подковами. Взбру я светиться скатным жемчугом. Ах, вы кони мои, кони верны, Сослужите мне службу-службишку, Повезите меня за невестою По небесному своду синему. Выйди, радость моя, додола, Ты послушай, как звонко подковы А дорогу небесную цокают. Проезжал Перун мимо кузницы И сказал сварогу небесному, Ах, кузнец мой отец, Ты искуй мне венец Из остаточков золотое кольцо И булавочки из обрезочков. Скуй мне свадебку, Милый батюшка, Уж я тем венцом повенчаюсь, А булавочкой притыкаюсь К любезной моей невестушке, Рас прекрасно моей додоли. Призывал Перун друга Велеса, Чтоб сварожич Стал кумом с ватушкой, Чтобы вел колесницу По небу он. Подъезжали они к саду Ирию, Ко дворцу невесты-летеницы. Собирались туда, Солетали стаи птиц небесных, То сватушки, Гости то со всей поднебесной, И садились они За златые столы, И садились за камчатые скатерти. Выходила тут дива милая, Говорила она дорогим гостям. Встала утречком я ранешенько, Умывалась я белешенько, Утиралась орусой косой, И брала косу девичью красу, Относила ее в чисто полюшко, И повесила на ракита в куст. Налетели тут ветры буйные, Раскачали они чист ракита в куст, И косу мою растрепали. Отворачивала литеница, Рукава своя, Обмочила их в речной струе, Обмочила и в лебедь черную превратилась. Обернулся тут громовержец Молодым орлом, Сизой птицей, И настиг тотчас лебедь черную. И упала дива литеница Во зеленый сад белым перышком, Перекинулась ланью быстрой, А перун вмиг стал серым волком, И настиг ее в дубравушке. И тогда литеница щукой Унырнула в море глубокое, Тут перун, молодой, призадумался, Стал совет опросить у матушки, Что мне делать, скажи, Лада, матушка. Позвала тогда Лада, матушка, Макуш с долей и недолей. Стали долюшку и недолюшку, Недолюшка прясть и ткать судьбу Вместе с макушью. Пряли, ткали они, И вязали крепкий невод. И поймал перун этим неводом Златоперую щуку диву. Не уйти от судьбы тебе, дива, Говорил тогда дивий отец. А это дива душа перуница. Почему? Не поешь и не пляшешь, Косу ты расплела, С неба звезды смела И омыла ли росой землю матушку? Не хотела я косу свою расплетать, Не хотела я звезды с неба убирать. Я стояла всю ночь и глядела, А потом я по небу гуляла, Громом в тучах гремучих играла. Выходила тогда лада матушка, Выносила ларчик окованный. Ой, ты ларчик мой, Ларь окованный. Ой, окованный ларь и приданный, Я не в год тебя накопила, Я не два тебя сподобляла, Но на то была воля вышня, В час единый тебя раздарила. Вот возьми, перун, Золоченые стрелы, Громовые стрелы могучие, Ты же дива додола, Небесный огонь, Все сжигающий, опаляющий. Вот еще вам пестрая ленточка. Вы красуйтесь, а вы любуйтесь, Распускайте в ленту радугу, После дождика, после частого, Чтобы всем была в мире радость. И пропела дива додола, Перуница. Пойдем, перун, погуляем Над полями и над лесами, Ты с грозой пойдешь, А я с молнией, Ты ударишь грозой, А я выпалю. Пойдем, перун, погуляем Над полями и над лесами, Ты с дождем пойдешь, А я с милостью, Ты польешь водой, А я выращу. Все довольны свадьбе Перуновой, Все едят и пьют, веселятся. Лишь один опечалился сватушка, Он повесил буйную голову. Это друг громовержа Перуна, Сам бог Велес и Маргал, Сын Сварожич. Позавидовал он Перуну, Как увидел его невесту, Позабыл в тот миг Все на свете он, Позабыл точишь дружбу прежнюю, Возжелал украсть диву милую. И когда поехали сватушки Из дворца до долы В Перунов дом, Он повез колесницу дивы, Говорил он ей таковы слова. Увезу я тебя, перуница, Далеко к краю света белого. Стань же, дива душа, Ты моею женой, Вот тебе кольцо золотое, Ты надень колечко на палец. Я не стану Велес твоею, Не гневи ты рода небесного. К диве рученьки он протягивал, По велению рода небесного Руки Велеса не вздымались, Золотые кольца тут распаялись, Загремели громушки на небе. Опалила тогда Семаргла, Дива молнией в облаках, И упал с колесницы Велес, Вниз слетел со свода небесного. А Перун громовержец в гневе Повернул за ним колесницу, Громовые метая стрелы, Сотрасая небесный свод. Тут Перуну путь Преградила мать, Зимун, корова небесная. То была не просто коровушка, То на небе синем явилась Мать сыра земля Зимун. Протянул ту корову он плеткою, Но ему корова промолвила, Не стягай, Перун, Меня плеточкой, Не пускай в меня громовой стрелы, И не трогай, Перун, Чадо милое, Моего неразумного Велеса. Ты обрушишь вниз небо синее, Все живое ты умертвишь тотчас. Повернул тогда громовик коней, Громом небо свод потрясая. Вслед ему сказала корова, Я к тебе на свадьбу пожалую, Стану я сред сада ирийского, Золотыми рогами весь сад освещу, Вместе с хмелем гостей дорогих Веселя особенно диву додолушку, Молодую нашу невестушку. В небесах летал млад сизой орел, И орлица с ним рядом велась. Бели крыльями птица, Матерь сва, И парили стротим, Сирен, финист и рарок, Стая светлую в небе синим. Но не просто то птица светлая, То не лебедь, сва, Лада-матушка, Не орел, перун, Не орлица, а дива, И не рарок, семаргл, Не стротим, а стребок, И не сирен, а ра. То не стаи в небе певучих птиц, То кружились в небе три облачка, На одном сидел громовик перун, На другом молонья перуница, А на третьем сварок со сварожичем. Как перун громыхал в синем небе, Как огнем палила перуница, Как сварожич стребок Веял ветром. Так леса склонялись о темные, Колыхалося море синее, Фелис вдрагивал, Юша-змей под сырой землей Просыпался, Продолжалась свадьба у Ирины. На этом заканчивается данный миф. А сейчас мы немножко поговорим О значении этого мифа. Миф описывает Женитьбу у Перуна На диве Тодоли. Потому как все наши родные боги Обязательно женились. У каждого бога была жена, Была и есть. У каждой жены богини есть муж. И так и определено поступать и нам, Их детям, конечно же. Хочу заметить, Что миф наполнен Описаниями Некоторых свадебных обрядов, Обрядов сватовства, Что поможет восстановить Обрядовую часть Такого события, как свадьба. То есть, как проходила она У наших предков. Кому интересно. Но сначала поговорим о том, Чему учит миф Как бы в первую очередь. Напомню, что Эти мифы, касаемые Деяния жизни Перуна, Относятся к эпохе Скорпиона. Скорпион, Знак Скорпиона Раскрывается с собой Много различных Серьезных мистерий, Связанных с жизнью и смертью, С преображением, А также С отношением К сексуальным энергиям, С сексуальными энергиями, С страстью, Ну и тому подобные вещи. Так вот, миф, собственно говоря, О том, Что такое очень-преочень Красивая женщина Или девушка, Которая Обладает Внешней Сексуальной Привлекательностью, Именно внешней, Которая вызывает Страсть В мужчинах. О последствиях Этой красоты. И как, в принципе, Здесь в мифе Содержится Некий намек, Как должна поступать Такая Очень красивая Женщина, Когда К ней Начинают Свататься Несколько Мужчин, И Вообще У нее Много поклонников. Дива Додола Или Черная Лебедь Дочка Дия Перун, Как только Видит ее Впервые В виде Лебедя Хочет Распотрошить Ее В начале Мипа Помните? Почему? Думаю, Что он Прежде всего Увидел В ней Врага Что называется Не из нашего Лагеря Черная Лебедь Однако Разглядев Ее Получше Когда Она Превращается В красивую Девушку Влюбляется В нее А затем Признается Что никогда Не видел Такой Красавица Несмотря На то Что Довольно Долго Уже Живет Почему Диву Эту Женщину Называют Черной Лебедью Дочкой Дия Но Черный Это Цвет Земли Матушки Ди Представляет Собой Инерционные Силы Притяжения Материи Материализм Дело В том Что Дива Была Очень Красива Но Красива Она Была Именно Своей Внешностью Чисто Земной Красотой Вызывающей Прежде Всего Страсть А Такая Красота Очень Притягивает И Зацикливает На Себе Особенно Мужчин Даже Перун Не Устояла Хотя Знал Что Дева Дочь Дия То Врага По Суде Мало Ли Наших Витязей Влюблялись Красавица Из Стана Врагов В Их Нижнюю Красоту Если Переводить На Наш Земной План Эти События Но Тут Наши Предки Предупреждают Против Именно Иллюзорности Вот Такой Вот Красоты Это Может Стать Одной Из Ловушек Дия Когда Мужчина Допустим Зацикленный Да И Женщина Сама Женщина Зацикленный На Такой Вот Супер Красоте Забывают Обо Все В Отдельных Случаях Даже Своей Духовной Сути И И тут На Нарушение Законов И Земных И Небесных То есть В Принципе Как Говорили Наши Предки Дух Может Засыпать В Человеке Только Не Подумайте Пожалуйста Что Я Выступаю Против Красивой Формы И Внешности Я Лишь Хочу Передать Предупреждение Наших Предков Заложенные В этом мифе Ведущих Что Супер Красота Тела Часто Становится Ловушкой Для Души Здесь Нужно Выработать Правильное Отношение К Этому Что Происходит Дальше Вокруг Дивы Собирается Много Женихов С Одним Из Перу Перу Приходится Даже Почти Сражаться С Черноморским Змеем Собрать Все Небесное Воинство Вот С Очень Близким Другом Белесом С Его Братом Красота Его Невесты Дивы Додолы Ссорит Разбивает И Родство И крепкую Дружбу Поскольку Ни один Перун Пылает Страстью К ней Но Этим Дело Не Заканчивается Так Как В последующих Мифах Будет Продолжение Этой Истории Сама же Дива Поступает На мой Взгляд Очень Благоразумно Несмотря На свою Огромную Внешнюю Притягательность У нее Есть Внутренняя Мудрость Она Отвергает Змея И Остается Верной Перун Сварожич То есть Не морочит Голову Всем Мужчинам Подряд Выбирает Первое Кно К ней Посватался И Я Подчеркну Сварожич То есть Мужа Пришедшего Со стороны Светлых Сил А не Со стороны Темных Сил Как Черноморские Змей Что Касается Велес Антон Тоже Пришел Со стороны Светлых Сил Ну Он Как Был Вторым Итак Мудрость предков Предупреждает Служить источником Зависти Разрушения Дружбы Неприятных Правильное Отношение Ко всему Этому И всегда Знать Помнить О том Что Действительно Вечно Обладательница Житакой Внешности Подобает Выбрать Себе Одного Мужчину И быть Верной Ему А не Само Утверждаться На своей Красоте Для Таких Людей Это Тоже Испытание Как Уродство Как И Слишком Большая Красота Это Испытание А далее Мы рассмотрим Обряды Связанные С Сватовцом И свадьбой Которые Есть В этом Мифе Интересны Такие Моменты Допустим Как Перун Просит Благословения На сватовство И женитьбу Он просит Благословения И у своих Родителей И у родителей Дивы Правую руку Он подает Отцу Левую руку Матери Когда что-то Просят У них Когда же Он Приходит К родителям Дивы И Просит У них Отдать им Свою дочку В жены То они В знак Согласия Первые Подают Ему руку Левую руку Вать И правый Отец Кстати Сам сварок Не против Женитьбы Паруна На дочке Дия Мне думается Потому что При этом Дия Станет На одного Так называемого Ребенка Меньше А у сварога На одного Ребенка Больше В свадебном Обряде Обязательно Присутствуют Венцы На голову И кольца Также Прежде чем Жениться Перун Строят Гнездышко Куда Можно Привезти Молодую Жену И Создать Семью Вот Например По Рассказам Моей Мамы В их Уральском Селе Это Была Не такая Уже Глубинка Районный Центр Еще В 20 Меке Так и Было Когда Кто-то Женился То Мы Обязательно Рубили Или Строили Новый Дом Очень Часто Собираясь Со всем Селом И Это Было Нормально Потому Что Новая Семья Должна Была Жить В Новом Отдельном Доме Как Происходит Сама Свадьба Вначале Жених Едет За Невестой В Ее Дом В Повозку Впрягают Шесть Коней Которых Богато Украшают Повозкой Правит Не Сам Жених А Кум Свадушка Обычно Это Либо Друг Либо Брат У Жениха Были С собой Не Только Венцы На Голову И Кольца Ну И Некие Булавочки Которыми Жених По Его Ж Словам Говорит Притыкается К Своей Невесте Возможно Эти Булавки Когда То Вкалывали Либо В одежду Невесты Либо Одежду Жениха Либо Как-то Их Совместно При Обряде Возможно Соединяли Их Одежду Это Не Ветом В мифе Об этом Не Говорится Но Вот Такие Булавки Были Скорее Всего Они Прикалывались На Одежду Жениха И Невесты Интересен Обряд Происходящий В доме Невесты Гостей Приглашали За столы А сама Невеста В этот момент Выходила Гостям И говорила Ну То что мы Слышали По тексту Что она Расплетала Косу Но на самом деле Она не хотела Ее расплетать Что она Хотела Еще погулять Поиграть И Она Начинает Убегать От Жениха Говорят Что на Некоторых Сфальбах До сих пор Сохранился Этот Интересный Обычай Она Начинает Убегать От Жениха И Тогда Жених Ее Ловит И В конце Мы Еще Видим Что Невесту Не Просто Ловят А Еще Ловят В некие Сети Которые Символизируют Сети Судьбы И Говорят Что От Судьбы Ты Не Уйдешь Вот Затем Отец Невесты Спрашивает У нее Расплела Ли Она Косу Смела Ли Она Звезды С неба В общем Готова Ли Она К Супружеской Жизни Невеста Говорит Что Нет Я Не Хотела Замуж Косу Я Не Расплела Я Еще Погулять Хочу И Тогда Мать Жениха Для Того Чтобы Я Так Понимаю Чисто Символически Вот Такой Был Ритуал Раньше На Свадьбах Она Выносила Некие Очень Ценные Дары Но Дарит Она Дары Не Только Невестке Но И Сыну После Чего Невеста Как Смягчается И Поет Особенную Песню В которой Она Уже Рассказывает О том Как Она С Мужем Будет Делить Все Пополам В Их Супружеской Жизни Далее Все Ехали В Дом Жениха После Вот Этого Обряда В доме Невесты Ехали В дом Жениха Дальше Праздновать Свадьбу Причем Судя По мифу Туда Жених И невеста Тоже Ехали Отдельно И В заключении Этого Интересного Мифа Я хочу Сказать О самом Слове Свадьба Если Его Расшифровывать То Вот Что Получается Слог Сва Означает То Что Проистекает Свыше Буква Д Добро Ба Означает Боги Если Сложить Все Вместе Соединить В этом Смысле То Получается Что Свадьба Это Добро Проистекающее Свыше От наших Богов Покровителей Свадьба Соединение Мужчины И женщины В брачном Союзе Создание Семьи Благословлено Богом Желаю Всем Счастливой Семейной Жизни А кто Еще Не обрел Свою Вторую Половинку Обязательно Найти Создать Крепкую Счастливую Семью И Благодарю Всех За Внимание